Сегодня в средствах массовой информации и интернет-сетях большое количество противоречивой информации о новой коронавирусной инфекции. Нередко это сгущает краски в восприятии ситуации у многих граждан, и такими моментами пользуются современные последователи Остапа Бендера. В Роспотребнадзоре предупреждают о самых распространенных мошеннических методах. Часто на интернет-сайтах предлагают купить, например, очиститель воздуха, чудо-средства, убивающие коронавирус и другие несуществующие товары. Осуществляется и поквартирный обход. Когда вам предлагают волшебный прибор или чудо-таблетки, нужно попросить ознакомиться с характеристиками товара и предоставить возможность связаться с производителем. После таких просьб комивояжоры зачастую ретируются. Также сегодня нередко гражданам поступают звонки с информацией о контакте с подтвержденным носителем коронавирусной инфекции. От напуганного человека требуют провести анализ прямо на дому. Ни в коем случае нельзя реагировать на такие предложения. И, конечно, переводить деньги. Лицензированные платные лаборатории могут произвести анализ только по личному запросу граждан. Не стоит реагировать на мифические предложения государственной компенсации ущерба от вируса. Сотрудники реальных госслужб никогда не запрашивают данные по телефону и тем более не обходят квартиры. Кроме этого, мошенники могут попросить принять участие в благотворительной лжеакции «Помощи пожилым людям или детям, пострадавшим от коронавируса». Информация о таких акциях публикуется только в официальных источниках, сайтах Роспотребнадзора, Минздрава или Всемирной организации здравоохранения.